Открытие дождя И век, что превращаясь в океан Я к трубе с песка Я чувствую любовь твою всегда Ты близок внутренней заре, мой Бог Трошу, держи меня в своих руках Адурай, мое сердце я дал тебе Мой Адурай, ты создатель всей вселенной Отец моей мечты и надежды О, мой Адурай Ты все слышишь ко мне Я слышу этот звук через все года И в тихий сердце звук Меня зовет искать тебя Меня зовешь через горы моря Адурай, мое сердце я дал тебе О, мой Адурай Ты создатель всей вселенной Отец моей мечты и надежды О, мой Адурай Сквозь все века вина твоя любовь Сегодня ты творишь чудеса в океан Адурай, мое сердце я дал тебе О, мой Адурай Ты создатель всей вселенной Отец моей мечты и надежды О, мой Адурай О, мой Адурай Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в Него? Или оно недоступнее неба и звезд, Недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно За тобою идти приказать Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать? Ты вселенную словом своим сотворил, Ты сказал и явилась пытьем Жизнью, силой, движением наполнился мир И ты вечный владыка всего Распахнуть мое сердце ты мог бы давно За тобою идти приказать Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать? А у сердца простого стоишь и стучишь Самовольно не хочешь войти Ты не властуешь здесь, но со мной говоришь Языком равноправной любви Распахнуть мое сердце ты мог бы давно За тобою идти приказать Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать? Столько сделать не смогут запрет и закон Сколько в силах любовь совершить И ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой И стучишь в мое сердце, стучишь Распахнуть мое сердце ты мог бы давно За тобою идти приказать Но зачем тебе страх и покорность рабов Ты меня хочешь другом назвать? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно За тобою идти приказать Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать Но зачем тебе страх и покорность рабов Ты меня хочешь другом назвать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он оставил престол, Умирая за все согрешения. В третий день же воскрес, Всей славой в мир возлюбля. Он воскрес, озвучит Небу слава, Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, Аллилуйя, Сана, Он воскрес, Небу вечная честь. Он воскрес, озвучит Небу слава, Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, Аллилуйя, Сана, Он воскрес. Пусть несется хвала, благодать весь всяким народом, И до края земли, в каждый дом вознесется она. Каждый сердце ее мог носить день за тем, год за годом. Говори, Сын, о ней, помни, что воскресенье лишь в нем. Он воскрес, озвучит Небу слава, Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, Аллилуйя, Сана, Он воскрес, Небу вечная честь. Он воскрес, озвучит Небу слава, Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, Аллилуйя, Сана, Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, озвучит Небу слава, Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, Аллилуйя, Сана, Он воскрес, Ему вечная честь. Он воскрес, озвучит Небу слава, Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, Аллилуйя, Сана, Он воскрес, Он воскрес. Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Ибо Ему, то есть Иисусу Христу, надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится, это смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что все Ему покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Тема моей проповеди называется «Каким образом будет происходить воскресение мертвых?» Бог нас таким образом сотворил, что нам всегда хочется посмотреть, что там дальше творится после чего-то. Особенно то, что после смерти. Верующие, неверующие люди задают себе вопрос, а что же там будет? Как там будет происходить это все? Абсолютно все, что будет там происходить, мы узнаем только, когда там будем. Так Писание говорит. Потому что нам на ум это не приходило, глаза не видели, уши это не слышали. Но даже если бы мы это все увидели, услышали, мы, похоже, не смогли бы это все внутри себя переработать таким образом, чтобы понять. Потому что это находится за пределом нашей реальности. И когда мы придем в Царство Небесное, многие вещи станут для нас более известными. Но на сегодняшний день Писание оставило какие-то вещи, какие-то определенные последовательности, которые мы, изучая и видя в Священном Писании, можем укрепиться в нашей вере. И можем понять, да, Господи, вот эту часть я ее понимаю, и моя вера становится крепче, моя вера становится более стабильной. Мне очень нравится цитата одного богослова прошлого века, Эриха Заура. Он написал, что мы живем во время Пасхи. Это время началось с воскресения нашего Искупителя и закончится воскресением Искупленных. «Между этими двумя берегами лежит духовное воскресение тех, кто призван к жизни через Иисуса Христа». И мы живем в период между этими двумя Пасхами. Послушайте дальше. «В силе Первой Пасхи идем встречать Последнюю Пасху». Красиво? «В силе Первой Пасхи, когда мы говорим, что Христос воскрес, идем встречать Вторую Пасху». Которая означает «Наше воскресение из мертвых». Последняя Пасха, о которой говорит Заур, это на самом деле Пасха, которая говорит о телесном воскресении спасенных Господа людей. Библия называет это воскресение праведников или еще первым воскресением из мертвых. В книге «Откровения», 20 глава, 6 стих, апостол Иоанн, имея откровение от Господа, каким образом будет происходить событие в последнем времени, он пишет «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Почему? Потому что будет и воскресение второе. Но блажен и свят, кто участвовать будет в первом воскресении, потому что над ними, участниками первого воскресения, смерть вторая не имеет власти. Но они, то есть эти люди, будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Этот текст однозначно означает, что перед тысячелетним царством Иисуса Христа все праведники всех времен, они воскреснут и будут царствовать с Иисусом Христом под Его правлением на этой земле тысячу лет. Евангелие Теянов, 5 главе, 28 стиха, когда Иисус Христос ученикам приоткрывает вопрос будущей жизни, Он говорит, что «Не удивляйтесь тому, о чем я вам говорил». Он говорил им о вечной жизни. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся где? В гробах». Что? «Услышат голос Сына Божия». Я остановлюсь на одну минуту. Когда я проповедовал на этот текст, я говорил об этом, но сейчас просто напомню. Обычно, когда вы приходите на кладбище, вас слышат только живые на кладбище, не так ли? Попробуйте к покойникам что-то сказать. Ну, люди, конечно, говорят, и я слышал, и вы слышали, да, когда приходят на могилу любимого, родного человека, и что-то ему говорят. Например, сыновья, которые прожили бестактную жизнь, да, то есть на могиле матери, пробуют просить прощения у нее, да, то есть «мама, прости, что я вот прожил такую жизнь, довел тебя до могилы, там, пожалуйста, прости меня». Но нет оснований, что мама его слышит там. И вообще слова, которые мы там говорим, мы все хорошо знаем, что никто не слышит из покойников, живые только слышат. Но послушайте, здесь в этом тексте Христос говорит, что «Не удивляйтесь тому, что наступает время, то есть придет это время, когда голос Сына Божия услышат кто? Мертвые. Покойникам Он обратится, и покойники услышат этот голос». Кстати, Иисус Христос при Своем земном служении продемонстрировал этот момент. Помните, Он подходит к могиле мертвого Лазаря. Все говорят, Он умер, четыре дня там находится, Он не способен восстать к жизни никаким образом. Иисус подходит к могиле, помните, что Он говорит? Обращаясь к кому? К мертвому человеку. Он говорит, Лазарь, выйди вон. И все люди стоят и ждут. И вдруг с могилы выходит Лазарь, обвитый. И Христос тогда говорит, возьмите, развяжите его, помогите ему. Мертвые услышат голос. То есть, что это означает? Это означает буквально вот что. Что однозначно этот день придет, когда не только один Лазарь в единственном экземпляре, когда тысячи, миллионы людей, праведников умерших во Христе, услышав этот голос Сына Божия, при первом воскресении восстанут. Огромная армия святых. Каким-то образом, по Богом заложенному закону, услышат этот голос и воскреснут. Библия говорит также о втором воскресении из мертвых. После первого воскресения, спустя определенное время, будет еще второе воскресение из мертвых. Оно будет отличаться от первого воскресения, то, что первое воскресение к жизни во Христе поднимет праведников. Второе воскресение поднимет абсолютно всех людей. Поэтому сегодня те, которые говорят, что «О, я умер, и все, на этом все исчезло». Библия говорит нет. Послушайте, есть законы, заложенные Богом, которые точно так же, как семя, о которых ты бросишь в землю, и Павел дальше будет говорить, бросишь в землю, и ты думаешь, что оно не вырастет, но при подходящих условиях в семени есть жизни, жизнь восстанет оттуда. Писание говорит, что вот точно так же все люди в один определенный момент. Это будет следующий голос Господа, который воззовет всех остальных людей, но уже для другой цели. Если праведники для того, чтобы царствовать с Господом Богом, с Иисусом Христом, нечестивые для того, чтобы пристать на суд перед Белым престолом. Смотрите, Иоанна 5, 29. «И изыдут творившие добро воскресение жизни, отделавшие зло воскресение осуждения». «Воскресение осуждения» называется еще в Библии по-другому вторым воскресением. В 15 главе 1 послания к Арифинам Павел говорит буквально о первом воскресении, в котором Богом предназначено, которое Богом предназначено для того, что воскресли праведники, которые были искуплены Христом и Иисусом. Итак, этот текст, который мы прочитали, мы посмотрим на него с трех перспектив. Первая перспектива — это воскресение нашего Господа, нашего Искупителя. Вторая перспектива, которую Павел показывает здесь, это воскресение Искупленных Христом. И третья перспектива, которую Павел показывает в этом отрывке, он говорит о том, что придет то время, когда Господь произведет свое восстановление, когда разрушенный грехом мир будет Господом восстановлен в том первоначальном, первосозданном виде, в котором Господь хотел, чтобы наша планета была. И не только планета, но вообще вся Вселенная. Итак, смотрите, со стиха 20 по 22 этой главы. «Но Христос, Павел утверждает, воскрес из мертвых, и Он является первенцем из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут». Вы замечаете, что главное слово или главный персонаж в этом отрывке – это Иисус Христос, который является Искупителем, является Спасителем, является тем, которого Павел здесь называет первенцем. «Христос стал первенцем воскресшим из мертвых». Кто-то из богословов сказал «не после своего воскресения, а в момент своего воскресения». Это очень важная мысль. Почему? Немного ниже поймете. Дело в том, что в этом отрывке Павел сравнивает Христа и говорит, что он первенец. Буквально это то, что указывает, что в Ветхом Завете было, что называлось первым снопом, или еще снопом потрясения. Перед тем, как начать урожай в Ветхом Завете, это согласно библейского предписания, или того предписания, которое Бог дал Израилю, вот пришел человек на свое поле. Например, рожа растет, или пшеница растет. И прежде чем начать собирать поле, все поле, он не завозил трактор туда, и сам не завозил людей, потому что тракторов не было, серпами. И вот они соберут сноп. И знаете, что он делал с этим снопом? Шел с ним в храм. Находил священника и говорил священнику, вот это первый сноп с моего поля. И он не начинал работать на поле до тех пор, пока не произошли все обряды. Это обычно длилось три дня. Смотрите, книга Левит, которая предписывает, каким образом должно было происходить богопоклонение в Ветхом Завете, 23 глава, с 9 стиха я читаю. «И сказал Господь мог Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы придете в землю, которую я дам вам, и вы будете на ней жать жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». И он, священник, возьмет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника, то есть первый день праздника он возьмет его, на другой день праздника, он вознесет его перед Господом. И дальше написано, «И в день возношения снопа вам необходимо будет самим что-то делать». Что? «Во всесожжение Господу ангца, принесите во всесожжение Господу ангца однолетнего, который без порока, с ним хлебного приношения, две десятых части еф и пшеничной муки, которая смешана с елеем. Это все жертву Господа, это приятное благоухание и возлияние к нему на четверть гивы. Вина». Вы замечаете, что очень многое из этого текста связано с тем, что происходило на вечере Господней. Христос взял хлеб, Христос взял вино, сказал, что это я являюсь этим ангцем Божьим, он брал хлеб, взял вино. В принципе, все, что здесь написано. Смотрите, если священник приходил, жертву приносил кровью ангцев и тельцов, Библия говорит, Христос пришел со своей кровью. Так вот, Христос является вот этим первым снопом. Воскресение Иисуса Христа, я возвращаюсь к тексту, оно было первым снопом будущего урожая, который связан с воскресением всех умерших, которые умрут во Христе в будущее. То есть Христос был первым, буквально Павел говорит, Он был первым, который касается всего урожая, который Господь в будущем, Господь Бог в будущем соберет со всех святых всех времен. Как в Адаме все умирают, 22 стих написано, так во Христе все оживут. Дело в том, что значение первого снопа состояло не только в том, что он предшествовал всему урожаю, но также в том, что он был первой частью всего будущего урожая. Я думаю, что вы хорошо понимаете русский язык. что он был не только первым снопом, но он был частью всего урожая. А вы помните, о чем Павел говорит в этой главе? Он убеждает верующих, что существует не только воскресение Иисуса Христа, в который они верили, но еще и существует их личное воскресение. И Павел приводит вот этот пример из Ветхого Завета, который он говорит, что смотрите, Христос был первым снопом. Первый сноп означает не просто то, что он первый. Оно также означает, что после этого будет собран весь урожай. То есть все другие верующие, касаясь воскресения, они тоже воскреснут. Воскресение Христа требует и нашего воскресения из мертвых. Его воскресение является лишь частью масштабного Божьего плана воскресения всех искупленных. Воскресение, о котором говорит Павел, это воскресение, которое дает жизнь навеки. Вы, наверное, знаете, что Ветхий и Новый Завет описывают много случаев воскресения людей из мертвых, которые воскресли до Иисуса Христа. Поэтому Христос, если смотреть в этом контексте, вроде бы и не был первым. Смотрите, я несколько текстов приведу. Это несколько примеров. Третья царствия, 17-22, в этой главе описывается, когда пророк Илья при Божьей силе воскресил сына вдовы из Стрепты Сидонской. Четвертая книга царствия, четвертая глава описывает воскресение сына Санамитянки, которое произошло при пророке Елисеи. Например, в Новом Завете несколько случаев евангелист описывает, когда Иисус Христос до своего воскресения воскрешал несколько человек. Например, в Луке 7 глава описывает воскресение сына вдовы Наинской. В 8 главе Луки описывается воскресение дочери Яира. Сегодня мы уже упоминали в Евангелии от Иоанна, в 11 главе описывается воскресение Лазаря. То есть, я привел только пять моментов, что воскресение из мертвых, оно существовало. Люди воскресли воскресли в разные времена, в том числе даже с участием Иисуса Христа. Но чем отличаются эти воскресшие от Иисуса Христа? Отличаются одной вещью, что через какое-то время все они, абсолютно все, умерли. Сегодня нету с нами Лазаря, нету дочери сына Яира, то есть и всех остальных, они все в свое время умерли. Но Иисус Христос воскрес, и Он первенец из умерших, потому что Он никогда не умрет больше. Следующие, кто за Иисусом Христом воскресят в Его воскресении, они больше никогда не умрут, они воскреснут для вечной жизни. Христос был первым, кто воскрес из мертвых для того, чтобы больше не умирать. И в этом Он является первенцем, и мы в этом будем Ему похожи. В 22-м стихе есть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Смотрите, написано, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Дело в том, что с первого взгляда кажется, что, ну да, для всех смерть, для всех жизнь. Как будто, потому что мясоимение такое используется. Но в контексте Писания, даже в этом контексте, это явно, второе, все не относятся ко всем. Первое, все относятся ко всему человечеству, в Адаме, то есть все, кто являются людьми, кто похож на Адама, то есть похож на человека, является человеком, абсолютно все, если они остались в Адаме, да, то есть если у них не произошло рождение свыше, не произошло живого соприкосновения с Иисусом Христом, они все умрут. И к воскресенью будут готовы только к второму. Если хотят люди стать частью первого воскресенья, или частью первого воскресенья станут те, кто являются всеми во Христе. Потому что во Христе все относятся только к тем, кто искуплен в Иисусе Христе. Сегодня очень популярно говорить все дороги ведут в Рим, точно так же, как все пути ведут к Богу. Поэтому если человек каким-то образом исповедует Бога, если он верит в Бога, это однозначно означает, что он будет с Господом, он будет жить вечно. Не этой точки зрения придерживается Евангелие. И мы должны очень хорошо понимать, что Евангелие придерживается абсолютно другой точки зрения. Говорит, что есть один только путь к Богу. Этот путь к Богу проходит только через Иисуса Христа. Поэтому человеку необходимо иметь личную встречу с Господом для того, чтобы получить рождение свыше и затем он может частью стать вот этого слова «все, кто во Христе». Быть в Адаме значит быть просто человеком. Быть во Христе значит иметь вечную жизнь, быть рожденным заново. Как через грех Адама все умирают, так уверовавшие во Христа наследуют его праведность. И, следовательно, вот эти все, кто во Христе, они оживут при первом воскресении. Именно к ним относится вот это слово, которое написано в Иоанна 5, 28. Они услышат его голос при первом воскресении. Итак, Иисус Христос является первенцем из умерших, но затем в 23 стихе смотрите, написано «кажет и в своем порядке». Христос первенец, а потом Христовы. Когда? В Его пришествии. То есть, Павел проясняет, что воскресение верующих людей из мертвых, искупленных людей из мертвых, будет происходить в какой момент? Будет происходить тогда, когда Христос придет за церковью, в пришествии Его. То есть, так написано, в пришествии Его искупленные будут воскрешены. Я уже сказал, что воскресение Иисуса Христа это первый сноб. Воскресение верующих это будет полный Божий урожай. Когда миллионы людей, которые умерли на протяжении веков, в один определенный момент восстанут для встречи с Господом. Это будет удивительно. Это будет удивительный момент. Библия говорит, что море отдаст, земли отдадут. Говорит, все то, что когда-то забирало человек, оно все отдаст людей. С разных мест будут подниматься люди на встречу с Господом. Это умом не описать. Один из пророков Ветхого Завета, помните, описывает, говорит, что кости начали оживать на полях. Так вот, то, что здесь Павел говорит, это значительно сильнее. Это с разных точек планеты, с разных мест будут оживать люди для встречи с Господом. Интересен тот факт, что между первым снопом и сбором урожая, как вы видели по тексту Писания, это проходило не в тот же самый день. Между первым снопом воскресения Иисуса Христа и сбором урожая воскресением всех верующих есть определенный период времени. Библия говорит, что это неизвестный нам промежуток времени. На самом деле мы не знаем, когда придет наш Господь. Если сегодня найдется человек, который говорит, завтра придет Господь, или в такого-то числа придет, или в том-то месте придет, для верующего человека это должно быть знаком знаете чего? Появился лжеучитель. Почему? Потому что Библия говорит, никто не знает. Смотрите, Матфея 24 глава, где Христос немного приоткрывает вопросы будущего, начиная с 36 стиха я буду читать. Христос говорит, о дне же том, то есть речь идет об этом дне, о котором мы сегодня говорим, о дне же том и часе никто не знает. И он подчеркивает, не ангелы небесные, а только отец мой один. Некоторые приметы, но как было во дни Ноя, так будет в пришествии сына человеческого, потому что как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как Ной зашел в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Вот так будет пришествие сына человеческого. То есть люди не будут думать о том, что они погибнут, что погибель их приблизилась. Они будут заниматься тем, чем они обычно занимались. Это будет их естественной жизнью. Так было раньше, так будет и в пришествии сына человеческого. Тогда будут двое на поле, вроде бы они одинаково работают, занимаются, но один из них берется, другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется, и Христос подводит черту. Смотрите, что он говорит. Итак, бодрствуйте. Почему? Потому что не знаете, в какой час, в какой день придет Господь вас. Самое очевидное, то, что Христос был первенцев. Послушайте, за этим обязательно последует наше воскресение, но верующим людям надо быть в готовности, в готовности и ожидании этого дня. Смотрите, во времена апостолов, когда апостолы писали книги Нового Завета, вы помните, да, что они ожидали, что Господь придет, когда? Они думали, при их жизни Он придет. Верующие всех веков, кто жили до нас, они думали, что Господь придет, когда? При их жизни. Верующие 21 века должны думать, что Господь придет, когда? При их жизни. Вот это то, к чему Господь призвал апостолов, то, к чему Господь призывает верующих сегодня, что верующий человек должен жить так, вести себя так, служить Господу так, чтобы быть готовым к Его встрече каждый день. Это правильная внутренняя мотивация верующего человека. Господь может сегодня прийти, может прийти через сто лет, мы не знаем когда, но в период между первым воскресением и вторым воскресением верующие люди всех веков, всех времен должны быть в ожидании своего Спасителя, в готовности встретить Его. Здесь, конечно же, возникает вопрос, нам нравится узнавать, что же происходит, как я уже сказал, в тустороннем мире, как будет происходить. Некоторые люди настолько изучают книгу Откровения, книгу Даниила, 24-25 главы книги Матфея, другие тексты Нового Завета, которые говорят о Втором пришествии и начинают рассчитывать, животных отделять, еще. На самом деле и книга Откровения, и все остальное, и все остальное, что касается Откровения, написано для того, чтобы верующий человек каждый день был готов в ожидании пришествия Господа. Но, конечно же, возникает вопрос, Господи, а как это будет проходить? Вот мы ожидаем пришествия Господа, мы ожидаем воскресения из мертвых, но как это будет проходить? Особенно тогда, когда из жизни уходят родные, близкие нам люди, люди, с которыми нам было хорошо вместе и вдруг нежданно человек ушел или даже мы ожидаем, но человек ушел и нам не хватает этого человека рядом. Эти вопросы будоражили первых верующих, первых веков, будораживает и сегодня нас. И когда апостолу Павлу Господь позволил, чтобы он через просвещение Духа Святого пишет послание к фессалоникийцам, начиная с 13 стиха 4 главы, он говорит, что верующие, послушайте, я хочу вам сказать одну вещь, которая касается укрепления вашей веры и надежды на будущее воскресенье. Смотрите, не хочу вас оставить, братья, в неведении. Знаете, что значит неведение? Это не знать, что происходит, быть не в курсе. Я хочу вас, чтобы вы были сведущими. И не хочу вас, братья, оставить неведение. О ком? Об умерших. Почему? Потому что обычно, когда умирают люди, у людей скорбь появляется. Кстати, в этом тексте апостол Павел не говорит, что верующие люди не должны скорбеть об умерших. Но он говорит, что скорбь верующего человека от скорби неверующего человека коренным образом будет отличаться. По какой причине? По причине надежды. Смотрите, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. То есть, верующие люди имеют надежду. Неверующие люди не имеют надежды. Хочу спросить, надежду на что? На воскресенье из мертвых. Верующие люди имеют надежду на воскресенье из мертвых. Поэтому, когда близкий человек верующему человеку, тоже верующий, уходит из жизни, у верующих людей есть надежда на что? На тот славный день, когда воскреснут все, и они встретятся вместе, они будут снова вместе находиться. Ибо если мы веруем, Павел говорит, что Иисус умер и воскрес, видите, опять перекликается с 15 главой 1 Коринфянам, где он говорит, если Христос воскрес, то и умершие во Христе тоже воскреснут, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Дальше Павел говорит, и это говорим вам Словом Господнем. То есть, я не просто придумываю что-то, чтобы вас как-то утешить. За этим стоит авторитет Божьего Слова. Вы помните, Божье Слово, оно да и аминь. Говорит, все может пошатнуться в этом мире, но не пошатнется Божье Слово, авторитет Божьего Слова не пошатнется. Павел говорит, что это я вам говорю Божьим Словом, за этим стоит авторитет Бога, что мы, живущие, которые останутся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Говорится об очередности, что когда будет эта славная встреча верующих людей с Господом, первые, кому Господь даст эту привилегию увидеть лицо Господа, это будут кто? Умершие. Те, кто умерли, они будут иметь привилегию быть первыми, а кто остались живых? Привилегия вторых. Поэтому, в общем, кому лучше? Мы, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, то есть, это будет возвещено, вся планета услышит это, при гласе Архангела, при труде Божьей сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом мы, кто остались живых, восхищение будет вместе. Будем на облаках встречать нашего Господа. И дальше очень важно, то, что отличает воскресение из мертвых верующих, которые воскресли во Христе от всех других воскресших, и так с Господом будем сколько времени? Всегда. Скажите, пожалуйста, вас утешают эти слова или нет? Если вы верующий человек, вас должны утешать эти слова. Если неверующий человек, эти слова вообще ничего не говорят. Но тогда должно следующее вам сказать, что вам необходимо покаяться перед Господом, принять Господа как Спасителя. Иначе не видать первого воскресения, а видать только второе воскресение, которое будет, Библия говорит, воскресением осуждения. И третье, о чем говорит этот текст, большой текст с 24 по 28 стих, все эти стихи говорят о восстановлении, который Бог произойдет, произведет в окружающем мире. Смотрите, а затем, то есть после того, как произойдет воскресение, воскреснут мертвые, верующие воссоединятся с Иисусом Христом, когда он, затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, тогда он упразднит всякое начальство, всякую власть и всякую силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Истребится также последний враг, это смерть, потому что придет момент, когда все покорится под ноги ему. И Павел добавляет, понятно, что сам Бог не покорится, потому что Он является тот, который послал для того, чтобы все это произошло. Третий аспект, который произойдет в окончании всего акта спасения, который Господь Бог предусмотрел для человечества, он касается Божьего плана восстановления всего разрушенного дьяволом и грехом. Сегодня к чему вы не прикоснетесь? К физическому. Оно все имеет прикосновение разрушения. К этому прикоснулся грех, прикоснулся дьявол, и оно все разрушается. Когда Иисус Христос восстановит все, оно станет в таком образе и в порядке, который будет соответствовать первоначальному замыслу Бога. Поэтому, помните, написано, что вся тварь стенает поныне. Почему стенает? Ждет этого момента, когда закончится Божий процесс восстановления. И здесь апостол Павел говорит, мы не просто воскреснем, мы не просто будем царствовать с Ним, но произойдет вот этот момент, когда все во всем, везде будет наполнено Богом его присутствием. Помните, в другом месте апостол Павел пишет, что придет тот день, когда пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Иисуса Христа Господом. На первом собрании я уже говорил, что самое популярное имя Бога, которое самое чаще употребляется во всей Библии в Ветхом и в Новом Завете, это имя Господа Бога Адонай. В Ветхом Завете или в Новом Завете это слово Кюриос, которое означает абсолютно то же самое. По большому счету, это даже не имя Бога, это его титул, который говорит о Божьем Всевластии, о том, что он является хозяином, властителем мира. Просто есть на сегодняшний день определенная группа его созданий, которые восстали против своего Создателя. Это дьявол, его сообщники и люди, те, которые ему подчиняются, ангелы, которых он увлек. Но Библия говорит, что придет этот момент, когда наступит Божье восстановление, он восстановит первоначально свой порядок, и тогда не будет выбора перед человеком. Всякое колено, всякий язык, абсолютно все, что есть живое и неживое во Вселенной, оно признает своего Создателя Господом. Но не для всех он тогда будет Спасителем, потому что есть время, которое Библия называет временем благодати. Этот момент является кульминацией, тогда, когда дьявол будет побежден, грех будет аннулирован, зла больше существовать не будет. Христос возвращает Господу Богу, Отцу Своему, искупленный мир. Он возвращает Отцу, который послал его исцелить этот мир. И самая последняя цель Христа будет заключаться в том, чтобы любого врага, здесь в этом тексте написано, любую власть, любое начальство, то есть любое то, что будет каким-то образом противостоять Божьему авторитету, покорить, упразднить и заставить покориться Господу. Дорогие мои верующие братья и сестры, сегодня, когда мы продолжаем праздновать Пасху Господню, это слово направлено на то, чтобы укрепить нас, чтобы мы мужались, бодрствовали, находились в постоянном ожидании, укреплялись верой, чтобы наша надежда не слабела на Господа. Почему? Потому что не все напрасно. Воскресение Иисуса Христа самая главная надежда всех верующих. Без Его воскресения, как мы говорили в предыдущие разы, нет смысла в христианской жизни, поэтому Павел говорит, поэтому верующие люди укрепляйтесь, не смотрите на то, что грех царствует сегодня, что разложение происходит вокруг, что кажется весь мир катится во зло. Надежда на воскресение позволяет верующему человеку стоять над всем этим. Почему? Потому что придет тот славный день, когда абсолютно все будет покорено Господу, и мы будем вместе с Ним. Для тех, кто не имеет сегодня свидетельств о том, что вы дети Божьи, воскресение Иисуса Христа, кроме как покушать вареные яйца, Пасху покушать, холодец вкусный покушать, больше вообще ничего не значит. Для Пасхи хочу сказать, что вам нужен Спаситель, Искупитель. Этим является Иисус Христос. Библия говорит, что человек должен прийти с покаянием перед Господом, должен покаяться перед Ним, принять Его как личного Спасителя. И Господь дает рождение свыше. И мы становимся причастниками Божьей благодати и, как следовательно, воскресение из мертвых первого. Пусть Господь нас благословит, чтобы это слово, попав в сердце наше, принесло плод, который приведет нас в вечную жизнь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok